здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас будет не очень у нас будет необычная тема называется она принципы и методы еврейской медицины слова по отдельности понятно что такое принцип метод тоже понятно известно что такое еврейская медицина слова по отдельности тоже понятно но само понятие еврейской медицины она носит достаточно может быть абстрактное звучание потому что по большому счету еврейская медицина я опять я буду немножко утрировать но с определенной целью по большому счету такого явления как еврейская медицина аналогичная подобным медицинам других народов стран она отсутствует когда мы к примеру говорим про китайскую медицину и там азиатскую тибетскую старославянскую и так далее мы говорим об определенной врачебной традиции которая принята оформлена народе который включает себя и определенные знания именно медицинские которые передаются из поколения в поколение определенная школа передачи этих знаний от от опытных людей опытных в этом вопросе людей врачей целителей учителей передачи ученикам в том что касается еврейской традиции такого вопроса как это ни странно по большому счету нет что я имею ввиду я имею ввиду очень непонятную ситуацию когда с одной стороны известно что еврейской среде достаточно большое количество хороших талантливых много сделавших для людей врачей согласно википедии к примеру более 30 процентов нобелевских лауреатов в области медицины то есть мы говорим о настоящем времени является время но практически я думаю там написано 28 процентов я думаю что процент значительно больше потому что вероятно в этом анализе не учитывались люди которые являются евреями по еврейскому закону по аллахе но в паспорте они числятся но представителями других наций соответственно и носят фамилии тоже не еврейские по еврейскому закону по аллахе евреями являются те у кого либо оба родители евреи либо мать то есть по женской линии передается такие люди могут и не учитываться при этом вы имеете в этом анализе который в той статистике который привезли на википедии при этом говорится что процент вообще еврейского народа в общей массе других народов планеты занимает менее 0,2 процента то есть совершенно непропорционально большое количество хороших врачей которые очень много сделали для буквально для оздоровления всего мира которые не являются практически насильным какой-то врачебной традиции я буду немного перескакивать как бы с темы на тему с определенной целью стараясь передать очень большой объем информации за те минуты которые нам у нас есть на вот этот вот рассказ об этом прошу тоже не слишком придираться к определениям потому что например то что я имею ввиду и то что вы можете иметь ввиду это далеко не всегда одно и то же или совсем противоположное и скажем это так еврейская традиция что такое еврейская медицина еврейская медицина это если взять сделать поиск в google например написать еврейская медицина то то что мы увидим это практически там не будет ссылок на определение что это такое что это традиция но по большому счету там никакой конкретной информации можно будет встретить описание того что еврейская традиция еврейская медицина основана на еврейской духовной традиции и это сводится главным образом к двум понятиям цфила и кашрут то есть молитва молитвенная практика и кашрут это скажем так свод законов о правильном питании что дозволено что не дозволено вот наш центр назван центром еврейской медицины это название совершенно не случайно и она отражает то что действительно лежит в основе это применение методов подходов мироотношений еврейской духовной традиции для решения практических нужд нашего времени если сказать уже совсем прямо то практически вот это вот направление которое названо еврейской медицины разрабатывается ману ману м 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 Это можно увидеть и на странице моей книги. Что содействовало тому, чтобы это происходило, что меня подтолкнуло к этому, может быть, в другой раз, чуть позже. Могу сказать так, что вот это направление, которое называется еврейская медицина, это то, что разрабатывается практически многим. Синтез разных отраслей знаний на основе реализации положения еврейской духовной традиции. Можно это назвать мультисистемный синтез. То есть соединены разные способы понимания мира и разные способы действия в нем. Мультисистемный синтез, его воплощение, например, известно по такому человеку, как Илон Маск, который также активен в разных областях, совершенно не связанных между собой. Но именно за счет того, что у него есть знания в разных областях, известно, что он является фанатом чтения и восприятия информации самых разных источников. И вот рождаются те вещи, которые оказываются полезными, важными действительно для всех людей. То, что он конкретно делает, это система финансовая в мире, это система PayPal, которой мы все пользуемся, это и разработка электрических движущих средств, машины Tesla, это и космические программы, то есть совершенно разные области. Но именно за счет того, что соединяются с разной областью, то, что называется, мультисистемно для решения задач, получается совершенно неожиданный, замечательный результат. Вот это то, что я с Божьей помощью стараюсь сделать, это донести знания, которые есть в еврейской традиции, которые как бы само собой разумеющиеся для тех людей, которые находятся внутри, но не знакомы для тех людей, которые во вне, сделать их как инструменты для активного улучшения жизни. Значит, условно говоря, можно сказать так, что в основе еврейского мироотношения лежат как бы три хита. Вот хиты все-таки. Это любовь к миру, личная созидательная, деятельная ответственность за все, что происходит в мире, и прежде всего в тебе и рядом с тобой, и радость. Вот эти вот три основных основы. Сейчас я немножко, я зачитаю список принципов методов еврейской медицины, список, тот, который как бы есть на сейчас, это постоянно дополняется, развивается, меняется. Значит, принципы метода еврейской медицины. Первое. Основа метода – любовь и понимание происходящего. Я потом поясню некоторые пункты более подробно. Второе. Метод любви, уважения и поддержки ко всем проявлениям, особенно к негативным. Вот имеется в виду негативные проявления, вот, например, детей. То есть это то, что противоположно всяким комплексам вины, которые у людей возникают, как правило. Обидам и, впрочем, несозидательным отношениям эмоций. Третье. Жить в радости. Радость – основа здоровья. Те, кто учат еврейскую традицию, знают и часто слышат о том, что истинная духовная работа, истинное служение, достижение цели связи с Богом и так далее, реализация определенных задач, это может быть только на основе радости. Когда человек делает что-то, и он при этом, ну, депрессивен, огорчен и прочее, результат этого будет весьма далек от того, что должно быть. И достижение результата будет значительно сложнее, чем достижение его через состояние радости и уверенности. То есть, радость – это основа здоровья и успеха. Радость. Четвертое. Модель – лечебное благодарение. Это крайне важный аспект. О нем мы сделаем потом отдельную конференцию. И можно сказать пока что только то, что, опять-таки, благодарение – это основа еврейского мироотношения. Это самые первые слова, которые произносят иудеи после пробуждения утром. Модель – они благодарят тебя. Почему это так важно еще? Дело в том, что человек… Скажем-то так, благодарность – это основа возможности получения чего-то хорошего от мира, от других людей, в том числе. Если нету благодарности, человек не в состоянии это получить с полной мерой. Ему могут нести со всех сторон всякие вещи, которые его будут радовать и которые ему нужны. Но когда у него нет ответной реакции, выраженной благодарности, это значит, что это проходит как бы мимо него. Это не остается с ним. И это самое важное. Быть благодарным. Практически быть благодарным. И включать к этому детей, кстати говоря. И показывать им пример. На собственном примере проявляется это благодарность. Пятый. Согласно еврейской традиции, любые недомогания, проявления и нарушения связи человека с миром, как с внешним, так и внутренним. Имеется в виду следующее. Ну, собственно, я думаю, это достаточно понятно. Особенно вот, когда речь идет, например, о таком состоянии, как аутизм, это отсутствие контакта человека с миром. Но. Один важный момент. Контакт с миром неразрывно связан со степенью контакта человека с самим собой. И с, ну, практически, скажем так, с богом. С чем-то, скажем так, несознательным подсознанием. Шестое. Истреляющее сотворение. Крайне важный момент. Я, пожалуй, сейчас все-таки зачитаю весь список, а потом буду уже по пунктам пояснять. Так. Истреляющее сотворение. Седьмое. Ориентация на возвращение в естественное состояние. В состоянии совершенного созидающего здоровья. Восьмое. Прежде чем создать болезнь, творец создает лекарство. Просьба потом, если у кого-то будут вопросы по поводу этого, не постесняться и спросить. Бэйби-визиофидбэк. Это вот же метод. Способ создания естественного контакта, обратной связи с окружающим миром. Разработка специалистов центра. Многие проблемы детей связаны с тем, что у них нет возможности увидеть себя со стороны, соответственно, оценить и контролировать свое поведение. Поводы этого метода мы уже подробно говорили в одной из предыдущих конференций. Можно увидеть видеозапись, можно прочитать статью в энциклопедии практической помощи при аутизме.дцп. autism-help.com Десятый метод – добавление противоположного, баланса. Это связано еще с еврейским пониманием того, что называется категориями, душевными разными категориями. Доброта, смелость, трусость, щедрость. Вообще любые человеческие свойства с точки зрения еврейской традиции – это категории не столько качественные, сколько количественные. Все зависит от парапорта. Но об этом потом. Это был десятый метод – добавление противоположного для создания баланса. Одиннадцатый – прибавить лишнее. Двенадцатый – прибавишь лишнее – убавишь. Сталмоза. Двенадцатый – семь тире я. Цифра семь тире буквой я. Семья – это семь раз я. Тринадцатый – счастливые родители и здоровые дети. Ну, многим это трехкленно известие наше. Четырнадцатый – правильное меры отношения и воспитания, в том числе самовоспитание. Пятнадцатый – возлюбив ближнего как самого себя. Иди и учись. Вот по поводу вот этого возлюбив ближнего, потом будем подробно поговорим. Оно известно людям из разных других традиций, но основы – это еврейские традиции, я это покажу. Шестнадцатый – медот. Правильные пропорции как основы счастья и здоровья. Семнадцатый – кашрут. Пищевая гигиена. Восемнадцатый – гамзу. Все, что происходит, к лучшему. Не совсем привычная точка зрения, но она подтверждается жизнью. Все, что происходит, к лучшему. К лучшему, иногда для этого требуются многие годы, для того, чтобы это увидеть, что это именно так. Кабала. Искусство получения ради отдачи. Известное всем слово «кабала» – это означает получение именно ради отдачи. То есть получение не для самого себя, для собственного внутреннего пользования, а получение для того, чтобы это передать дальше. Вот это вот есть кабала. Лото влиет Адам левадом. Плохо человеку быть одному в создании гармоничной семьи. На «севернишма» – это еврейское выражение. Сделаем и лишь потом, можно перевести «поймем», «услышим», «осознаем». Ориентация конкретно на результат прерогатива правильного действия. Вот это тоже основной пункт еврейского отношения. Правильное действие. Не рассуждение, компания в пониманиях, а правильное действие. Правильность соотносится с духовными критериями этого. В том числе с законами, прежде всего с законами, которые описаны в Торе. 22-й пункт. Нет разделения на душу и тело. Если будут вопросы, спросите. 23-й – особый подход к физическому здоровью со стороны духовного состояния. Просто перечисляю, и потом опять-таки, если у кого-то все рассказать я сейчас не смогу в подробности. Будут вопросы, просьбы задать. 24-й – многие особенности детей. Мы говорим сейчас конкретно о том, что волнует всех вас. Особенности детей имеют чисто соматическую телесную основу и справляются с соответствующими эммануальными подходами. Этот подход связан со многими другими. Если будет возможность еще вот это пояснить, это будет пояснено, но это не так просто, как это подручно. Не так одномерно, скажем так. 25-й – от проявлений не убегаем, а делаем шаг навстречу. 26-й – знание привычное, но лишь как инструмент для действия. То есть еврейская традиция, она ориентирована на то, чтобы применять конкретно знания, которые, получается, не складировать их, не знание ради знаний, а для того, чтобы практически сделать мир вокруг себя и внутри себя лучше. То есть изучение даже совершенно каких-то абстрактных терминов, категорий всегда нацелено на их реализацию, как минимум, а в том числе для того, чтобы передать другим людям, как знания, чтобы те применяли уже больше. Естественно, терапия и воспитание. Ну вот это так, вкратце, не вкратце. Что я хочу сейчас сказать. Основа того, что мы делаем, и основа того, что лежит в основе методов-подходов методического международного центра по созданию и внедрению новаторских методов и подходов для оздоровления и развития детей, рамот, который мы сейчас создаем, особенность, основа – это следующее. Это направленность на содействие тому, чтобы ребенок стал созидающим. Вот здесь вот я сейчас вам покажу одну интересную вещь. С точки зрения еврейской традиции, здоровье бьет и созидание творения – это, по сути, одно и то же. То есть, здоровым является тот, кто созидает. А состояние нездорового возникает у того, кто не созидает, кто ничего не делает. Возвращаясь к еврейскому мироотношению, это метода реализации любви к людям, к миру и ответственности перед собой, перед Богом, людьми. Основа – это, как бы, зачитывая то, что уже было сказано в одной из лекций. Основа – целевая обусловленность мира и необходимость сознательного участия в нем. Это касается, прежде всего, детей. То есть, увлечение их в сознательное участие в том, что происходит в мире – это и есть то, что является основным в том подходе, который мы реализуем. Вот Вера Аркадьевна тоже активно к подобному имеет отношение. Все, что происходит сейчас, не случайное, целенаправленное. За происходящим стоит некая цель, в которой должна быть наша личная часть. Очень важный момент, о чем я говорю все время, со всеми детьми и со взрослыми тоже. Для того, чтобы человек смог преодолеть какую-то тяжелую ситуацию, конкретно болезненную ситуацию, конкретно ребенок, он должен иметь осознанную цель, смысл существования своего, смысл жизни, реализация которого и будет приносить ему радость. Когда ребенок не направлен на реализацию какой-то цели, он называется как тигр в клетке. Ходит, он не знает, что делать. Сил его не знает, куда себя применить. Из-за этого тоже вытекают многие негативные проявления детей. Не потому, что они нехорошие. Вот еврейская традиция говорит о том, что все хорошие. Но вот эти негативные проявления происходят из-за того еще, что дети не могут при своей силе, свои возможности, они не знают, как правильно применить задачи родителей, это помочь им овладеть навыками реализации целей, действий, нацелить их на то, чтобы дети обрели цель преодолеть вот это временное болезненное состояние и стать совершенно замечательными людьми, успешными в жизни, любящими и любимыми. Что-то хорошее для мира делающего. То есть ребенок должен быть тем, кто сознательно стремится к улучшению себя и других. Вот при внесении в сознание ребенка, особого ребенка, вот подобного, резко меняет к лучшему происходящее, когда ребенок становится соучастником своего исправления в сторону здоровья и совершенства. Проявление любви. В авторских методах нашего центра заложено проявление уважения и любви к ребенку, к его потенциалу, к его основе и сущности, отношение к ребенку как к личности в проявлении ответственности. Практически это значит, что мы воспринимаем своих детей, во-первых, как объект нашей личной ответственности и любви. Понимание того, что происходит с ребенком, зависит от нас. Но при этом мы воспитываем в нем чувство собственной ответственности в связи с действиями и их последствиями. Пробуждение именно созидательного человеческого начала в ребенке. Очень условно можно сказать, я не прошу не придираться к словам, потому что ребенок ведет должность именно человеческого существования, то есть активное созидающее. То есть приведет активный интерес, особенно в ситуации, когда ребенку это по жизни незнакомо, это то, что он должен получить от родителей, в том числе на их личном примере. Это человек, который что-то делает в этом мире, которому важен результат пробуждения и творческого начала его реализации. Именно это и есть основа еврейской традиции. Фраза «возлюби ближнего своего, как самого себя» – это основа еврейской традиции. Она написана в синагогах. На «Ароне Кодыш» – это шкаф, которому приняются священные книги, цветки Тора. Там есть надпись. «Вэ авто реха камоха» и «возлюби ближнего, как самого себя». Это может многих удивить, но это действительно еврейская традиция. Я сейчас покажу то, что вот эта книга «Возрождение». И вот написано. Любовь ближнего – это основа всей Торы. Это сказано арабием монахом Мэндлов Снэйрсон. Это либабьевские реббы. Вот такие фотографии. Это те, которые возглавлял движение Хаббат, наиболее активные из еврейских разных направлений. имеют активное в отношении привнесение помощи во внешний мир. Это так, в 20 словах. Есть очень много, что еще рассказать. Но давайте тогда сначала ваши вопросы. Ну вот мне ответь, пожалуйста, Дарит, по поводу, что имеется в виду, что тело и душа не одно и то же, что ли, или не одно и то же. Повторяю кратко, более подробно мы поговорим, если надо будет потом. Было сказано, что это связано, это одно и то же. Есть разные уровни души, тела, тонкие, физические. Есть разные уровни души. Тоже есть, скажем, нефиш, рох, нашаматам и так далее. Какая-то относится именно к уровню, физическому, животному уровню. Животное основу живота, жизни. То есть нету противопоставлений между духовным и материальным. Что все связано. Любые действия материальные приводят к изменениям в духовных структурах и наоборот. Вот это имеется в виду, но сейчас действительно не будем об этом подробно говорить. Это другая немножко тема. Можно вопрос? Да. А я спросить хотела, как вы дошли до жизни такой. Вот я знаю, что вы, в принципе, в юности получали техническое именно образование. Вы математик. Ваши таблицы использовались в обучении детей. Черчение. Черчение. Да, да. Математика-то у нас и сыр. Ну, близкая. И, собственно, таким образом еврейская традиция, каким образом на это все вышло-то? Спасибо за вопрос. Попробую по возможности кратко ответить. Разумеется, я и мы, в связи с этим мы имеем отношение к еврейской традиции. Ну, каким образом я конкретно пришел к тому, что то я и сейчас, чем я занимаюсь, что я делаю? О корнях, об основах. Ну, во-первых, я буду повторять пункты еврейской традиции, которые говорят о том, что все не случайны. И что все мы приходим в этот мир с определенной целью и задачей. У всех она есть. она разная. У кого-то задача одного уровня, у кого-то другого. Но все задачи крайне важные, и они индивидуальны. И все, что происходит с людьми, оно не случайно. И она есть часть некого, скажем так, «Болестного замысла», в которой человеку определенная роль сотрудника, со-создателя. Опять-таки, мне достаточно сложно однозначно это описать. Вот сейчас, по крайней мере, может быть, потом попробую это более связанно как-то выразить словами, связать еще и с фактами своей жизни. Я могу сказать так. Какой я лично имею отношение к еврейской традиции? Если у меня какие-то люди спрашивают, «А вот вы говорите о еврейской традиции, а вообще вы имеете представление об этом? Какое-то отношение или только наделить гиппу, бороду отрастить? Пользуйтесь какими-то фразами? Но некоторые отношения имею. Точно так же, как то, чем мы сейчас занимаемся, как мы помогаем людям и все-таки, это не было целью, изначально поставленной амбессознательно, это то, к чему нас привела жизнь. Как известно, мы не готовились к тому, чтобы быть с врачами или советователями, или людьми, которые активны в области альтернативной медицины, народной медицины, педагогической деятельности и так далее. Так сложилась жизнь. Назовем это так. Опять-таки, мы во всем этом видим, то, что называется альтернативная апротит. Это то, что это было заранее, заранее так задумано. и по большому счету, это просто называется с нами происходило, потому что это так было задумано свыше. Еще до нашего рождения, назовем это так. Это вот такая еврейская точка. Конкретно, если говорить про меня, про человека, который с Божьей помощью сейчас старается создать синтез разных областей знания и для решения задач, которые ставит опять-таки перед нами жизнь. Каким образом, что меня, например, конкретно к этому поездило? Как известно, многим мое базисное образование было техническое, точно есть. Разные, причем разные технические, это и компьютеры, это и область машиностроительного черчения, педагогика, разработка нестандартных средств обучения для черчения, для преподавания, у меня достаточно большой опыт в этом, но это отдельный разговор. Средизм опять-таки меня подвела необходимость спасения жизни близкого человека, это мама. Если бы жизнь не заставила, то все было могло быть совсем-совсем по-другому. Я бы мог бы реализовываться как инженер, художник, организатор разных проектов, что, собственно, тоже параллельно было. то же самое по поводу того, почему мы с СССР занялись поисками решения проблем неговорящих детей. Вот вы тут видели, в начале прошел один молодой человек краем, немножко, это наш младший сын, который тоже заговорил достаточно поздно, возрасте 5,5 лет, и дочь тоже загорелась 3,5. Это, собственно, и нас подвигло с СССР искать и найти. А потом это уже передавать дальше. Опять-таки, в соответствии с еврейской традицией, то есть получил сам передать дальше. Касательно моего опыта, моего отношения к еврейской традиции, мне довелось, опять-таки, эта жизнь так складывалась, я просто констатирую, те элементы, точки потенциала, которые есть. Мне довелось учиться во многих направлениях еврейской традиции, как известно, их немало, есть литовские, есть хасидские, есть другие разные, во многих из них мне довелось учиться, где-то работать, то есть я это все знаю изнутри. Конкретно могу назвать такое, это было во-первых, направление хаббат, к которому мы сейчас относимся, хаббат это хасидское направление, хаббат переводится как хохма бенадад, мудрое знание, мудрое знание, основа направления хаббат это активная деятельность помогающей людям. Потом я учился в противоположном, условно говоря, противоположном, идеологическом, противоположном направлении еврейской традиции, это литовское направление, Ишеба Орсаме в Иерусалиме, Раф Тесос конкретно, до этого учился в Цфате, известный хаббалистический центр, это на севере Израиля. Потом была учеба или жизнь в общине, которая относится к направлению Рава Кука, это условно сионистское направление. После этого было еще много внутри разных других систем обучения, там Шива Томер двора, которое среднее положение занимает по идеологической направленности. Хотя я имею ашкенадское европейское происхождение, я учился и в Сефарской ишиве, и работал там тоже. Это была ишива Рава Шлома Вахнина, благословенна память праведника. это кубалистическая ишива восточной марокканской и многое другое. То есть практически я с тем вопросом, о котором говорю, я практически знаком изнутри. И собственно не то, что был знаком сейчас, если нет еще вопросов. А есть один вопрос, можно еще спросить? Да, но по теме, пожалуйста. Очень по теме, про принципы еврейской медицины, которым следует центр. Это принципы, разработанные вами внутри центра для использования внутри центра. А если к вам приезжает семья, для которой некоторые из этих принципов не то, что неприемлемы, а как бы не ложатся в душе, они могут лечиться? Непонятен вопрос. Попробую ответить на него по частям. Во-первых, это методы, которые были словами до центра. Нет, это просто были методы, которые возникли как результат желания помочь людям, которые находятся на расстоянии достаточно большом от нас, в том числе, ну и тем, кто рядом тоже в Израиле, само собой. Это еще задолго до создания цены, скажем, это так. Мы начали общаться, но какое-то количество лет назад еще центра не было и так далее. То есть, это не было, не создавалось для конкретной организации, для какого-то проекта или еще, это просто оно само создавалось. Да, это, прямо говоря, это, ну, говоря без ложной скромности, это мои разработки, то есть, синтез, который возникнет, скажем так, во мне в результате необходимости помощи людям. Когда я говорю о реализации практических методиков положения еврейской традиции, это значит, еще такое, что они есть там не само собой разумеющиеся для людей, которые находятся в этой традиции, но они не описаны именно как инструменты для решения конкретных проблем. И, более того, я вот, когда, вот, я там подходил, буквально еще вчера, там, например, спрашивал, ну, у многих людей, у Равинов, по поводу того, что практически слово созидание и здоровье написано с еврейской точки зрения, это одно и то же. спрашивал, а где у мудрецов вот это написано. И всегда, причем это не просто обычные люди, которые там учат Тору, это известные раввины, разных поправлений, от тех от них я слышал такой вот ответ, что ну, это как бы само собой разумеющийся, но нигде, да, мысль интересная, видно, что действительно это одни и те же буквы, одни и те же слова, понятно, но об этом никто и раньше не говорил, и это нигде не написано. То есть это касается многих вот таких вещей, которые я преподношу как естественные, они, да, неестественные для людей, которые находятся внутри еврейской традиции, но я преподношу это с другой взглядом с другой стороны и для решения конкретных жизненных задач. вот этого раньше не было. Валя, можно уточнить вопрос, что значит неприемлемость религиозной? секундочку, секундочку, так, я еще не закончил, я еще не закончил. Я, ты, Сеф, не случайно тоже спросила, я совершенно не понимаю этот вопрос, потому что то, что делаются, эти методы, они никак не связаны с какой-либо религией вообще. они относятся просто к проявлению любви. Кому-то это неприемлемо, почему? Потому что у них есть, я отвечаю на вопрос конкретно, потому что у них есть проблема именно с этим, с любовью, самой себе, связь с Богом, в любое внимание этого. Вот у такого человека это возникает какое-то внутреннее, вызывает внутреннее сопротивление. опять-таки это не связано ни с чем, кроме как, говоря прямо, с его личными внутренними проблемами. Да, разумеется, то, что от независимости заранее помочь этому человеку обрести любовь к себе, гармонию с собой и с миром. Это был ответ на вопрос. Да, вот я имела в виду прямо точечно, если человек, например, не приемлет, что надо позитивно относиться к плохим проявлениям ребенка. Человек к вам вот едет лечиться и думает об этом. Разумеется, разумеется, да, конечно. Вы все равно можете помочь и будете помогать. Это проблема восприятия самого этого человека, не связанной ни с чем. Разумеется, мы оказываем многостороннее содействие, чтобы помочь человеку понять это, принять правильное, не то, что искусно, что-то неправильное. Вот именно вернуться собственно в естественное состояние. Это любви, гармонии, это что-то совершенно естественное, не связанное никак ни с какими разновидностями религии, а чисто с внутренними сложностями самого человека. Да, разумеется, мы оказываем необходимое содействие в том, что от нас зависит, разумеется. Если человек упорно не хочет что-то принимать, ну, все могут прыгать, там, все что угодно делать, но если человек упорно целенаправлен на то, чтобы вот я буду держать себя в депрессии и все плохи, все плохо. Ну, достаточно сложно что-то изменить, потому что человека не принимают. Ну, да, содействие того, чтобы вот это могло улучшиться. Вот, учитывая еще то, что я себе сказал, что многие эмоциональные состояния обусловлены гормонами в очень большей степени. пока это не улучшится, отношение душевное, духовное к миру, к себе, оно не может улучшиться. То же самое, любые проблемы, связанные с физиологией, они отражаются естественно в состоянии здоровья и так далее. Но об этом кратко говорят, да, стараемся помочь. Спасибо. Тут есть вопросы в чате. Ты откроешь или тебе зачитать? Вот, здравствуйте, Давид. Вы сказали, что задача родителей помочь детям, если те больные, обрести цель, чтобы преодолеть свое болезненное состояние. А если у ребенка еще не созрел мозг, и он плохо соображает, не умеет говорить, то как тогда родители могут помочь ребенку обрести эту компанию? Спасибо, замечательный вопрос, о котором говорится постоянно. Как мы говорили, один из основных положений еврейского отношения это уважение. И уважение в том числе к ребенку как к созданию Божьему. Вспомним, что написано в Библии. Ну, как уфторик. Перевод ее называется Библией. Что человек создан по образу подобия. На языке оригинального БЦЭЛИМ-ЦЕЛИМО. Там немножко другие конструкции, но тем не менее. Перевод достаточно адекватный. То есть человек создан по образу подобия кого? существа совершенного, которым называем творец. Ребенок как ни странно тоже в основе своей есть существо совершенное. И то, что мы видим какие-то отклонения от совершенства, всякие болезненные проявления в том числе это вещи наносны. Не связаны с его сутью. и самая основная проблема с моей точки зрения в разрешении подобных ситуаций это убежденность родителей в том, что дети не соображают, что ничего не понимают. Это большая ошибка. поделом. некоторые психологи говорят о том, что это удобно для родителей позиции, которая позволяет им определенный уровень в отношениях, когда ребенок ниже, они являются управляющими его. но мы говорим о другом. О том, что в действительности ребенок, даже если он себя совершенно проявляет себя как человек, который вроде бы не понимает ничего, не слышит, не реагирует. в действительности как-то очень многие родители и те, кто присутствует сейчас на конференции, знают, что это не так. В действительности дети понимают и знают гораздо больше, чем мы можем себе представить. И без исправления вот этой неправильности вот такого отношения к ребенку как к существу какому-то недостойному уважению и непонимающему оно есть в корне очень многих проблем. И это нужно исправлять. В действительности, кратко говоря, ребенок понимает гораздо по опыту того, что у нас происходило и на протяжении многих лет то, что мы видим, что видят сами родители, например, когда ребенок начинает разговаривать, они вдруг обнаруживают, что он все понимал. все понимал. То, что происходило, то, что говорилось, гораздо больше, чем, может быть, они тогда что-то хотели в какой-то момент. Все родители позволяют примеру себе такие проявления, которые не должны были проявлять в присутствии ребенка. Он говорит, а вот он ничего не понимает. он все понимает. Даже если это не проявляет. Очень часто возникает такое, что необходимость объяснения родителям, что дети, которые не реагируют, не проявляют свое понимание, им так удобно. потому что как только ребенок начинает проявлять то, что он понимает что-то, ему сразу должны проявляться другие требования. А так он демонстрирует, что он не слышит, он не реагирует. Соответственно, ему требований никаких. И это очень серьезный момент. Но об этом мы говорили многократно раньше, и будем еще говорить тоже, если потребуется. Но просьба задуматься о том, что, может быть, мы недостаточно восхищаемся нашими детьми, недостаточно их уважаем. Но считаем, что они глупые где-то, непонимающие, хотя в действительности это все совсем не так. Следующий вопрос. Если есть. А можно я добавлю к тому, что ты сейчас сказал? Просто по опыту слово понимать. Многие родители воспринимают как понимать, так, как они понимают. Ребенок понимает, он делает свои выводы, но далеко не так, как родители ожидают и думают. именно вот это слово понимают. Не знаю, что ты имеешь в виду. Ну, например, родители ругаются между собой, а ребенок в этот момент может принять решение, что он плохой и его не любят. Вот я что имею в виду. Или родители расходятся, например, и в этот момент забывают ребенку объяснить, что происходит, что они все равно останутся. Ребенок понимает, что он плохой, виноватый с этим потом живет всю жизнь, пока ему психолог не расскажет, что это не так. Ну, да, но это вообще не только этот аспект, это много аспектов, то есть ребенок как-то понимает, что нужно утром одеться, покушать и так далее, а родители понимают это по-другому, и у них разная точка зрения. Если родитель научится вставать на точку зрения ребенка, наверное, будет как-то лучше. Да, и вот этому очень помогает так называемое близкое время, когда родители с детьми разговаривают, глядя глаза в глаза, задают вопросы и внимательно слушают ответы. Это, к сожалению, потеряно, это очень помогает. Здорово. А ведь действительно. Я смотрю на время, нам пришло время уже завершаться. Я несколько резюмирую тогда сказанное объяснение. Что такое еврейская медицина? Это подход, который основан на еврейской духовной традиции и в немалой степени, можно сказать, разрабатывает сейчас и конкретно мной, создает синтез ради созидания возможностей улучшить жизнь. Методы, которые вышли из этого понимания многими известны, вот они были названы Baby Video Feedback, метод исправления и искоренения стимов и всяких таких самостимулирующих действий, метод способ понимания парадоксальной аутоагрессии и вытекающие из этого практические методы, которые резко улучшают состояние ребенка. Все это основано на положениях древней еврейской традиции духовной, которая послужила основой еще и для, как известно, для других религий еврейской традиции есть основа для других двух крупнейших религий это христианское и ислам. То есть они коренятся, основываются на еврейской традиции, развивая может быть какие-то другие аспекты, но основа на еврейской традиции это никем не отрицается. и многое создается и сейчас нового и сейчас тоже. При этом основы и способы реализации, которые вытекают в них, они вроде бы находятся в разных совершенно пластах. конкретно вот этот способ метод, который был назван Baby Video Feedback, когда человеку показывается его проявление стороны и это приводит к невероятным практически улучшению его поведения вообще, он основан на одной простой фразе из молитвы душа, которую ты в меня дал, она чисто не порочна. То есть считается, что внутри любой человек он совершенен и он хороший. И то, что вот внешне происходит, когда происходит что-то негативное, это не естественно, это не соответствует его замечательному внутреннему сути. Также в еврейской традиции основой является ответственность личное за все, что происходит в мире с окружающими и наличие так называемой внутренней коллективной ответственности. И в самой молитвах еврейской можете открыть, посмотрите, что такое Сидур, там есть еврейский молитвенник, есть переводы на русский язык, и вы видите, что там отсутствует личная форма просьбы и обращения. Только человек, когда молится, обращается от имени всех. Причем всех очень своеобразно. С одной стороны, когда говорится о евреях, о том, что мы совершали такие ошибки и прочее, мы просим или если бы. Но самый важный пункт, что евреи считают себя людьми, которые, с точки зрения еврейской традиции имеются в виду, людьми, у которых есть обязанность по отношению ко всему миру, ко всем народам. Это называется горем. Имеется в виду, что человек, живущий в рамках еврейской традиции, он воспринимает себя как проводник силы света творца во внешний мир для всех народов, не евреев. И его личная ответственность это быть хорошим проводником этого, достаточно чистым, в определенном плане, намернее и так далее. Для того, чтобы цвет, сила, которая проходит через него в окружающий мир, ко всем народам, чтобы она была правильной. вот это особенность еврейского народа, которая есть. Евреи называют себя избранным народом, но избранным в каком плане? Для выполнения определенной миссии, определенной ответственности, задачи. Никто каким образом не говорится о том, что евреи считают себя лучше, чем другие национальности. Называется удивительно, это как раз не так. Об этом евреи с переоисточниками тоже говорится. Не говорится о том, что мы евреи, когда себе сами говорят, они говорят, что мы лучше других. Никто образом, наоборот, такого объема самокритики, который есть у евреев, кстати говоря, всем знакомым, такого нет ни в одной нации. То есть люди, евреи считаются вот именно людьми, которые не лучше других, а просто уровень ответственности, который включает в себя не только лично их самих, а на весь мир. И они понимают, что то, что они сами лично делают, это отражается на других людях, народах. И лично они ответственны за это. Вот в этом особенность мироотношений. И самое главное, это созидательное. созидательное, созидательное позиции. Желание что-то хорошее в мире сделать. Вот это такое еврейское отношение, опять-таки, основанное на любви внешнему, внутреннему, на активной ответственности и на радости. Что касается отношения к детям, всем известно, вот это внутри еврейской это основа, это любовь к детям, понимание их, желание поддержать, чувство своей личной ответственности за то, какой этот человек станет в дальнейшем. Сможет ли он реализовать возложную на него задачу, с которой он родился. И как основа, опять-таки, это еще состояние активной радости. Вот так. Радость, чувство обращения к Богу, справилась это радостное видишь. Вот это так вот в трех словах направление, которое нам и разрабатывается. Разумеется, имеется в виду совершенно определенные аспекты этого. Разумеется, еврейская традиция существовала, существует и будет существовать с теми компонентами, которые практически приводят к здоровью. Не знаю, что мы создаем вот этот такой синтез, что-то с нуля создается и такого понятия раньше не было. Нет. Просто имеется другой аспект этого инструментального определения. Повторяю еще раз, еврейская традиция основана на молитва, связь с Богом, с миром, правильное питание, во всех смыслах, не только физическое. И правила отношения между людьми основаны на законах тоже. Основаны законы тоже, которые были даны как бы слышно. И из десяти заповедей, например, трое, три относятся только к еврейскому народу, а семь ко всем остальным тоже. На этом основаны традиции христианская и ислам. Это так несколько запутанно. Мне не удалось рассказать от всего, что я хотел сказать. Но напоследок небольшой нюанс. Хочу показать, я приобрел вот такую книжку недавно, «Вторая наука». Рава Замир Коэна. И вот здесь есть такая глава. Кто открыл прививки? Опять таки, я просто зачитаю то, что здесь написано как пример того, как знания, которые записаны в Торе, могут быть применены к задаче внешнего мира. Степень, так это происходило, то, что будет описано или нет, я не знаю, это просто то, что написано в этой книге, я просто зачитаю. Кто открыл прививки? Одно из самых важных в мире научных открытий, которое привело к спасению миллионов людей, делал французский врач Луэй Пастер. Суть его в том, что можно вылечить больного или предотвратить заболевание с помощью того микробы, который болезнь вызывает. Как известно, доктор Пастер начал с изучением бешенства собак, и после того, как достиг этого неожиданного успеха, перешел к лечению тем же способом других заболеваний. На сегодня открытие Пастера лежит в изготовлении всякого рода вакцин. Следует отметить здесь разительное использование этого метода с гомеопатой, который завоевал все больше места в мировой медицине. Согласно этому методу больному дают в микродозах тоже вещество, которое вызывает симптомы, подобные появлением его болезни. Это к одному из пунктов, что подобное вещество. Ой, я что-то так сообразил, что практически большинство пунктов и так и не удалось о них рассказывать. Из-за того, что я перечислил принцип метода. И вот в книге Мево Шарим написанный племянником Пастера переводится свидетельство уважаемых людей, которые слышали английского друга Луи Пастера, Равина и доктора Исраиля Михаила Равиновича, что Пастер принял идею своего революционного исследования из Талмуда. Талмуда это вот как бы вы можете видеть в большей книге устной торги. То есть письменная, пяти книжек и пророки и так далее. А есть учение мудрецов, которое записано в таких больших книгах с огромным количеством комментариев на планах самых разных. Известно Талмуда. Вот как это произошло. Рав Исраиль Михаил Равинович, который жил в Париже, начал переводить Талмуд на французский язык. Перевод Седра попал к доктору Пастеру и вызвал в ней большой интерес. К его большому удивлению, был ли Пастер сам иудеем или нет, не говорится, просто говорится о том, что он это увидел у своего знакомого. К его большому удивлению, он увидел в трактате Йома такое высказывание. «Укушенного бешеной собакой кормят ее печенью». То есть это фраза в книге, которая была написана порядка двух тысяч лет назад. И она была там. Доктор тут же начал серию опытов и она привела к спасению жизни миллионов людей. Ну, это один из примеров того, что древние традиции, в том числе и грейские, они содержат в себе те знания, не только грейские, сделаю на этом акцент, содержат в себе знания, которые могут быть применены в совершенно иных обстоятельствах или иных целей. Но эти знания действительно не бесценны. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. если будут у кого-то еще вопросы пожелания, напишите. Всего доброго всем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. .